Какой 10 тысяч? Всем привет, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет очередной мокбанг с роллами. Здесь у нас почти 50 штук, а точнее 46. Если вы не верите, вы можете пересчитать. Правда, одну штуку я съела уже, не удержалась. Заказывала в этот раз вообще в другом месте. Не знаю, понравится мне или нет. Единственное, что мне не понравилось, это то, что у них не было доставки домой. И еще, кстати, кое-что не понравилось, сейчас вам расскажу. Там в сайте было написано, что будут горячие роллы с крабовыми палочками и с креветкой. А с креветкой не было. Вкусно! Все, у меня пропала злость к ним. Как только попробовала. Моя беда, что я ем роллов. Но до сих пор не знаю названия. На мой взгляд, мне должно быть стыдно. В этом месте я никогда не заказывала. Кстати, смотрите, мне под кофточку, под помаду. Вкусно! Но мне не понравилось. Смотрите, вот эти попки тоже оставили. Это, по идее, отрезают. Знаю, что это Калифорния, это Филадельфия. Это горячие роллы. А вот эти даже не знаю. Интересно, сколько штук я смогу съесть. Просто уверена, что все не смогу съесть. Во-первых, потому что я не совсем голодная. То есть я завтракала, обедала, это мой ужин. Снимала одно видео для вас. Вот такой вот ролл интересный. Непонятно с чем. На улице отвратительная погода. Просто ураган. И у них еще плюс нету доставки домой. То есть мне пришлось идти к метро. Еще плюс у нас дома холодно. Но после того, как я пробежалась к метро и обратно, мне стало жарко. Приготовила здесь попить. По идее лучше не пить, чтобы больше поместилось в меня. Но для меня просто главная задача не съесть больше, а получить удовольствие. Круто просто. Очень вкусно. Смотрите, как я ловко держу палочки уже. Китайцы нервно курят в сторонке. Просто вот так вот. В инсо-сторис, как всегда, попросила задать вопросы. Как часто видитесь с Фати? Вообще очень много вопросов касательно Фати. Я не знаю, почему в последнее время как-то все начали негативно что-то писать в ее сторону. Я ее просто обожаю. Очень люблю. Если бы она была плохим человеком, я бы с ней не дружила. Так что не пишите так. Это раз. Насчет вопроса, как часто мы видимся с Фати. В последнее время, как только мы видимся, мы начинаем снимать видео. И как часто вы видите видео наше совместное, значит, настолько часто мы видимся. У нас просто очень разные графики с ней. Вообще разная. И у меня на работе, например, бывает такое, что я прям не могу отпроситься никак с работы. А иногда бывает, например, я целый день не хожу на работу. То есть у меня свободный график, я могу выполнять работу и дома. Но обычно я хожу. Не люблю, когда ролл прям искупался в этом своем соусе. Мне нравится, слегка макнул, вытащил, съел. Здесь, кажется, я даже не макнула. Ну да ладно, не суть. Чем ты занимаешься помимо блогинга? Я, например... У меня нет какого-то другого хобби помимо блогинга. Ну хотя у меня есть идея пойти на танцы. Но это пока что осталось на уровне идеи. Вообще очень много планов, которые я не могу реализовать. Из-за того, что очень много снимаю видео. Ну сейчас просто для меня самая главная цель это 10 тысяч подписчиков. Ой, что я говорю? 100 тысяч подписчиков. Какой 10 тысяч? 10 тысяч давно набрали. Хочу получить право обязательно до следующего лета. У меня есть мечта водить машину. Правда нельзя говорить о своих мечтах. Они не сбудутся. Но мне так хочется хотя бы получить право. Но я не хочу покупать права. Я хочу сама сдать. По-любому это все мне понадобится в езде. Правила дорожного движения и так далее. Да и вообще зачем отдавать лишние деньги на то, чтобы купить права? Знания всегда нам пригодятся. Сказать, что я вяжу. Кстати, я умею вязать. Или, например, гадаю. Какого-то такого хобби у меня, к сожалению, нет. А может и к счастью. Если у меня было бы еще одно хобби, вы бы видели меньше моих видео. Поэтому хорошо, что его нету. Пошла бы на передачу в Форт Боят. Если я не ошибаюсь, это типа соревнования такие. Я в детстве смотрела. В плане физическом, мне кажется, я вообще неподготовленный человек. Я думаю, что я всю команду потащу на дно. Поэтому не знаю, пошла бы я или нет. Мне комфортно вот то, чем я занимаюсь. Дальше этого я не собираюсь. То есть многие блогеры мечтают стать какими-то актерами, режиссерами. Я нет. Вот именно поэтому я не бросаю свою работу. Потому что я считаю, что всю жизнь я не смогу заниматься такими вещами. Дело не в том, что у меня потом смотреть не будут. Даже дело не в этом. Дело в том, что я чем дальше, тем больше я не представляю себя сорокалетнюю, снимающую влоги. Пока 20-22 года. То есть это нормально, это окей, до 30 где-то можно. Потом буду заниматься своей работой вплотную. То есть как-то так. Хотя нельзя загадывать, совсем не знаешь, как все сложится в жизни. Я никогда не могла мечтать, что у меня когда-нибудь на канале будет почти 70 тысяч подписчиков. Мне всегда это казалось из ряда фантастики, вот честно. Я думала, что я где-то наберу 10 тысяч. И окей, мне больше не надо. Я думала, классно, 10 тысяч. Вот я буду чувствовать себя реально блогером. Что я снимаю видео не только для себя, да. Кто-то помимо меня меня смотрит. Часто мне пишут в комментариях, мои зрительницы, спасибо вам огромное. Что вот, хотим, чтобы у тебя был миллион и так далее. Честно, я, как сказать, я не верю в то, что у меня будет миллион. Может, да, когда-нибудь будет. Может, это связано с тем, что на русском ютубе нету мукбанкера, у которого миллион подписчиков, у которого 500 тысяч подписчиков. Поэтому, может быть, я думаю, что я не смогу набрать. Конечно, хочется. У меня прям как семечки они идут. Просто обалденно. Как вы заметили, мне больше нравятся горячие роллы. Обожаю, когда ты кушаешь роллы, побольше снимай про суши. Вот видите, ребята, есть очень много людей, которые вот из раза в разу ждут именно роллы. А кому-то не нравится. Вот как раз-таки фишка моего канала заключается в том, что видео выходят каждый день. И вы можете одно видео, например, пропустить, если сегодня тематика, которая вам неинтересна. У меня всегда есть выбор. Зритель может выбрать смотреть или не смотреть. Это я для тех, кто уже собрался писать опять роллы. Видите, люди ждут. И тем более эти видео набирают очень много просмотров. Следовательно, они интересны вам. А если они интересны вам, то я снимаю. Логично. Следующий вопрос. Твое самое любимое блюдо. И сейчас я с гордостью говорю о том, что я кушаю. Мое самое-самое любимое блюдо. Но, походу, я уже начала наедаться. Но мы продолжаем. Я не знаю, вам слышно или нет. На улице просто ураган. В Баку вот это плохо. Могла бывает такой ветер. Даже деревья ломаются, падают на машины. Это приносит такой ущерб людям. Материальный ущерб, я имею в виду. В такую погоду вообще лучше из дома не выходить. Лучше уж снег бы пошел. Как ты мог закончиться, имбирь? Как ты мог? У меня же есть еще. Где-то должно быть еще. Нашла. Да, вот это да. Готово. Как-то я один раз, кстати, видела вопрос. После того, как я закончила уже снимать видео, девочка написала, что что бы ты сделала, если бы все твои подписчики были бы внизу, 70 тысяч человек было бы у тебя во дворе и кричала бы тебе «Выходи, Айка!» «Умеешь ли танцевать лесгинку?» Все вроде народу умеют, а ты лесгинка. «Умеешь ли танцевать?» Если честно, нет. Не умею. Но очень хочу научиться. Я думаю, что если я захочу, я научусь даже... Мы недавно видели с моим другом одним. Он очень хорошо танцует лесгинку. Мне пару движений показал. И вроде бы у меня это получилось. Просто нужно делать побыстрее. И чувствовать как-то ритм. Почему ты не снимаешь видео для Айкук? Я обязательно буду снимать. Просто последнее время никак не найду время. Я хочу одно кулинарное видео снять на основной канал. Но сделать это видео что-то вроде влога. Или что-то вроде кукинга. Например, с Фати. Как мы вдвоем с Фати что-то готовим. Как-то смешно и интересно. То есть на Айкук там видео именно формата. Для людей, которые просто зашли увидеть рецепт. А здесь больше такой, знаете, развлекательный контент. Поэтому для этого канала хочу что-то вот такое вот приготовить. Думаю, будет интересно. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Мне родственники звонят и говорят. У меня в холодильнике остались вчерашние роллы. Как ты думаешь, их можно кушать или нет? Я так почувствовала себя экспертом в сфере роллов. Другая родственница, как только меня увидела, сразу спрашивает. Где самое вкусное? Ты же везде пробовала. Я понимаю, что люди смотрят мои видео. А это круто. А это замечательно. Здесь не хватает музыки. Что бы ты выбрала, дружбу или любовь? Я бы выбрала дружбу. Потому что любовь, она приходит, уходит. А друзья в твоей жизни остаются. Мужчина тебя может предать. А настоящий друг нет. Смотря кто ставит перед тобой эти условия. Если твой парень говорит, что я не хочу, чтобы ты общался с этой своей подругой. Либо я, либо она. Мне кажется, лучше всего отказаться от этого парня. То есть невозможно так, знаете, однозначно ответить на этот вопрос. А может быть наоборот. Вы с парнем встречаетесь уже 7-8 лет. А подруга только появилась на горизонте. И ему она не нравится. Если он сможет правильно аргументировать, почему она ему не нравится. Что она сделала не так. И так далее. То, быть может, я перестану с ней общаться. Но, если это просто стрельба в воздух. То нет. Для меня дружба важнее отношения. Назови три черты наиболее привлекательные для тебя в мужчинах. Внешность для меня не играет особую роль. Я уже миллион раз об этом говорила. Скажу еще раз. Самое главное это характер. Во-первых, человек должен быть заботливый. Но это поскупает просто. Искренне. Вот искренность это вообще. Самое главное, на мой взгляд. Сейчас вообще не в теме. Я услышала, как бабушка там что-то говорит. Бабушка говорит, что... Сними со мной тоже видео. Я такая бабушка, ты же не говоришь по-русски. Она и на азербайджанском говорит. Вообще с трудом. Но мне настолько было приятно, что даже бабушка одобряет мой род деятельности. Хотя ей почти на 90 лет человеку. И то, что ей нравится то, что я делаю. Это очень круто. Что касается трех черт. Искренность, заботливость. И чтобы был умный. Не нужно, чтобы парень был из очень богатой семьи. Папенькин сыночек и так далее. Лучше намного, если у него... Будет высшее образование. Красный диплом. Учился где-то за границей. В Европе где-то, например. Я думаю, что так будет намного лучше. Вкуснотища. Это просто вкуснотища, ребята. Я ем в удовольствие. Вот реально. Я себе ни капли не заставляю. Жалко, закончились горячие роллы. Я бы еще пару штук не съела. Далее давайте вот эти. Филадельфия, да, по-моему, называется здесь. На этом я, пожалуй, буду загругляться. Не потому, что я прям наелась. А просто мои любимые роллы, они закончились. Я могу съесть и Калифорнию, и Филадельфию. И с удовольствием съесть. Но! Больше я люблю горячие роллы. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк. И подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще не подписаны. Я посмотрела свою аналитику и обнаружила, что 60% человек, которые смотрят мои видео, они смотрят без подписки. Сделайте мне подарок, подпишитесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. На этом все. Всем пока!